Я был обычным ребенком, пошел учиться в музыкальную школу в детстве, потому что мой одноклассник Юра учился в музыкальной школе и достаточно успешно и мог играть на пианино. Мне показалось, что я должен делать то же самое. Попросил родителей, чтобы они меня устроили в музыкальную школу, и я пошел, с удовольствием учился. Закончил экстерном за пять лет по классу фортепиано. Но последний год, конечно, давался тяжело, потому что уже к этому времени я научился играть на гитаре и на барабанах, и мне уже был интересен рок. Поэтому, ну так, я с треском, но закончил все же на отлично. Ну а далее начался период трэша. Нас с грузином выгнали из школы после девятого класса из Крупской. Мы уже не знали, куда деваться. Решили идти в ПТУ, но все же спасибо моему папе. Он взял все свои дипломы и награды. Мы поехали в Лучинскую школу, пришли к директору, вывалил все на стол и сказал, вот я, вот мои награды, а это мои дети. Они должны быть дебилами, поэтому возьмите их доучиться, потому что они собрались в ПТУ. Ну, директор, видимо, посмотрев на все это, понял, что надо брать, взял нас и, наверное, пожалел. Мы слетели все с катушек, мы заболели панк-роком, мы заболели протестом. Еще такой возраст как раз. Я очень понимаю своих родителей, почему они так волновались, потому что сами уже родители. Решили пойти в агроинженерный университет. Тоже такое причинение не помню. Но для нас самое главное было, это военная кафедра и отсрочка от армии, потому что в тот момент мы уже занимались музыкой, мы уже формировали группу, мы хотели выступать. И вот как раз на первом курсе института мы познакомились со всей тусовкой московской, в частности, с тараканами, когда они еще были 4 таракана. Кстати, вот это мой дом. Здесь все и начиналось в подвале этого дома. Ну вот, собственно, этот подвал, где мы залипали все время. И, соответственно, вот мой балкон. Я всегда был дома. То есть у меня все было рядом, все было удобно. Вот здесь все прошло детство. Мы здесь все... У нас были каяки, мы иногда сплавлялись по речке. Мне всегда чего-то хотелось добиться. Мне кажется, что вообще у человека должно быть свойство такое, как бы чего-то добиваться. Нужда хотя бы хоть какая-то. Потому что если ты ничего не добился, ну а зачем ты на этой земле, в принципе, нужен? Кому ты будешь полезным? Надо быть полезным обязательно для кого-то. Была очень сильная жажда покорить родной город Истру своим роком, стать звездами. В первую очередь для этого города, потому что я считаю, что я патриот своего города. Я хочу что-то в нем поменять. Даже в драмтеатр мы ходили, просили нам предоставить сцену для того, чтобы мы там выступили. Но узнав то, что мы играем рок, они сказали просто, ребята, осыпется помещение, оно такое старенькое у нас, и не разрешили. Много где от нас отворачивались. Конечно же, смеха сначала не было. Была группа The Fun, ну логично, да? Мы потом перевелись просто на русский язык. Мы ходили в администрации, куда угодно. Нас пускали к Алексюку, и мы с Алексюком нормально, в принципе, об этом общались. Как бы он был... Вот Алексюк был крутой мужик. Он никогда был не против музыки. Вот в любом ее формате. И кое-где разрешали. Слава богу, что кое-где разрешали. Мы хоть как-то себя могли проявить и показать. Может быть, не с той стороны, с которой от нас ждали. Но, по крайней мере, мы пытались, старались. Мы стояли на месте. Мы не сидели в подвале с бутылкой портвейна и жаловались на жизнь. Мы что-то пытались сделать. Это самое главное. Пришло время знакомства как раз с наивом, тараканами, мэдогом. С самого начала с грузином, когда мы ездили на подготовительные курсы в МАДИ, мы узнали, что там рядом есть клуб. Сейчас внимание всем ночным волкам, которых сейчас много, будет очень интересно это. Он назывался Секстенфост. Он находился на метро Сокол. И там как раз мы познакомились со всеми. С теми ночными волками, которые были как раз ночными волками. Где был трэш и угар. Это был первый ночной рок-клуб в Москве. Там выступали Мангул Шудан, Наив, Четыре Таракана. Ну, короче, много кто. Тайм-аут и все вот эти вот друзья ночных волков. Мы недолго думая подумали, а как нам приблизиться к этому жанру, к этому клубу вообще. Мы пошли с грузином и сказали, давайте мы у вас пойдем на работу расклещиками афиш. Они такие, ну давайте, у нас существует такая должность. Мы ездили на подготовительные курсы, а до них мы брали афиши и ездили на Горбуху. Раньше был ДК Горбуновый, там был огромный рынок. И мы ездили туда раздавать вот эти вот флеера и так далее. За это нам выдали такие карты клубные. По этим картам мы могли, значит, один раз бесплатно поесть в баре. Привезти с собой плюс одного человека на концерт. И иногда оставались там на ночь, потому что он же ночной клуб был. Как бы концерты длились до поздней ночи. И, соответственно, мы не могли успевать уже на электричку. Мы там ночевали в гримерке прямо на полу. И с утра ехали прямо вот прямиком через Истру, через дом, смотрели на свой дом и ехали прямиком в школу. Там мы познакомились как раз со всеми этими группами. В частности, Сид как-то пришел договариваться о своем концерте в Секстон. Мы с грузином там как раз были. Там стоял комбик какой-то, гитара. Я начал играть песню Sex Pistols. Сид пришел в какой-то майке, в косухе. Он был тоже панк. И он такой занятизался. О, что это Sex Pistols играешь? Ну, как-то все завязалось. Там мы познакомились, там менялись телефонами. Попросили там, можно взять нас на саппорт. Так, конечно, давай попробуем. Ну, все, взяли. Мы отыграли раз, отыграли два. Пошло-поехало. Чуть ли не каждую неделю концерт. И вот первый альбом. Мы начали становиться более-менее популярными. И не знаю почему. У меня лично в жизни все это быстро очень как-то происходило. Я не прилагал к этому особо никаких усилий. Не знаю, кому за это говорить спасибо. Первая мечта была сыграть, конечно, с тараканами. Мы сыграли. Вторая мечта была сыграть с наивом. Играли мы всегда за бесплатно, потому что так и должно быть. Группа на своем стадии развития должна играть за бесплатно. Долго-долго играли. Начали набирать популярность. Со всеми переиграли. И ситуация была такая. Группы такие играют, играют. Приходит смех. Народ откуда-то такой. Появился такой. И так живут. С нами очень большой саппорт ездил из Истра. Человек по 20, по 30. Это был угар-угарейший. Огромный респект всем тем, кто это увидит. Ребята, вы на самом деле огромной помощью были в то время. Сначала только в Москве играли. Потом потихонечку, потихоньку. Нас уже начали в другие города звать. В итоге мы постепенно-постепенно разрастались. Ну и разрослись вот в то, что вы сейчас видите. Звонил организатор и говорит, вот мы хотим сделать на День города выступление местных команд. Я говорю, я только за. Почему нет? Я всегда поддержу. И так получилось, что все остальные по каким-то причинам отсеялись. Ну я говорю, ну и отлично. Давайте тогда смех сыграть. Ну и так и договорились. Получилось, по-моему, прикольно. Нам пришлось немножко даже тянуть время, играть какие-то песни, которые мы совершенно не готовили для Дня города. Потому что у нас репертуар не ноль плюс, скажем так. Но все остались довольны. Даже глава администрации был доволен, сказал, что все хорошо, все отлично. Ну вот так вот это и свершилось. Ничего такого, все вот как операция. Оп, все. Это действительно какой-то отрезок прям. Вот это мероприятие где-то у меня в голове доложило пазл, вот которого не хватало всю жизнь. Я буду дальше продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. А дальше как пойдет, не знаю, бросать я это точно не буду. Это то, что мне нравится. На что-то это менять, мне было бы очень прискорбно и вообще не хотелось бы. Пока будут писаться песни, пока смогу стоять за гитарой на сцене, я буду это делать. У меня вообще все в жизни из-за зависти, из-за желания сделать то же самое. Я работал долгое время, года три, наверное, в школе для детей отстающих и инвалидов. Она находится у нас в Истре, это как пансионат. Хочу сказать, что те дети, которые там учились, они гораздо сильнее, чем обычные дети. Потому что, несмотря на свои, так сказать, природные отклонения, они стремятся чего-то достичь гораздо сильнее, чем стремится обычный среднестатистический лопух. И мы там делали очень крутые концерты, очень крутые номера. Там была группа из детей, которые доучивались 10-11 класс. По-моему, так это было. Я с ними занимался, я им очень сильно помогал. Мы ездили на всякие конкурсы, занимали только первые места. Ездили один раз даже за границу в Венгрию, заняли там вообще гран-при получили. Просто пацаны играли рок, научил пацанов нормально играть рок. Они уже до этого это делали, но со мной у них это стало получаться намного лучше. Мне жизнь бы преподнесла, не знаю, подарок это или нет. Но если бы я там не поварился какое-то время, может быть, я бы не переосмыслил какие-то ценности в своей жизни. Мне кажется, что в Истре я много где работал как звукорежиссер. Это вообще интересная профессия. И, честно говоря, в Истре очень мало таких людей. Мы вообще, группа «Смех» раньше с Истинским рок-клубом и с Песковым вообще не имели ничего общего. Но нас все-таки звали туда. Потом, когда это все вышло на более-менее нормальный уровень, когда пришел туда Саша Абрамов, мы начали сотрудничать, сблизились, сдружились. На первом месте, конечно же, это рок-клуб. Я им помогаю всегда, чем могу. Мы добились того, что мы сделали, по сути, действительно огромный фестиваль в нашем районе. Все музыканты поголовно выразили огромнейший респект. Они даже не понимали, как 40 километров от Москвы такой движняк. Первый вопрос. Ребята, а, ну я же тоже не дурак, и все музыканты не дураки. Мы все же играем за гонорары, да? Так, ребят, вы нам гонорар выплатите, а теперь давайте приплюсуем. Все группы по гонорарам, там, ого-го, какая сумма выходит. А где вы взяли эти деньги? У вас есть спонсоры? Мы такие, нет. Мы подняли экономику города. Мы сделали все для того, чтобы всем было хорошо. И всем действительно было хорошо. На следующий год нам просто сказали, ребят, ну нельзя. Мы говорим, почему? Ну, потому что мы не готовы охранять такое стадо. Панки – это обычные люди. И они имеют право носить такие прически. Они имеют право забивать себе татуировками. Старое поколение просто не понимает. Это прибыльное мероприятие для города. Такое же прибыльное мероприятие, как наш Новый Русалимский монастырь. Можно сделать инфраструктуру огромную, наикрутейшую. Там очень много места. Это всего лишь 2-3 дня. Люди получат огромное удовольствие. Приедут артисты, которые никогда не приехали бы в Истру. Благодаря тому, что, ну, не скрою, конечно, что я с многими знаком. И мы с ними можем поговорить, договориться, объяснить, что это фестиваль бесплатный. Чтобы они снизили свои гонорары. Только именно потому, что мы с ними вот так вот, мы пытаемся… Вот такой состав всегда и приезжает. Потому что мы работаем над этим очень долго. И если нам дадут, конечно, когда-нибудь сделать Истринский летний фестиваль «Песок», и это станет достоянием реально города. И полиция, обслуживая это мероприятие, поймет, что особо им напрягаться не надо. Потому что существует чоп и все заграждения, туалеты и так далее. Ну, короче, все как должно быть, все будет, но почему-то, говорят, все равно нет. Почему? Ну, я не понимаю, почему. Ментальность такая. Хочу быть откровенным, и об этом никто не знает. Мы это держали всегда в секрете. На летнем должен был выступать «Нойз МС». Единственный человек, который пошел навстречу, урезав свой гонорар, там, в такие разы. Ради просто хорошего понтового фестиваля в городе. Сложно об этом говорить, но я уверен, и я верю в то, что у нас будет фестиваль. Истра – это хороший, грамотный город. Грамотная администрация, я скажу так. Просто нужно, чтобы все верили и понимали, что это нормально. Музыкант – это такая субстанция. Во-первых, творческая личность. Такой наш ветер подул, и его сдуло куда-то. Сложно с ним в плане того, что он непостоянный. Круто, например, когда муж работает на работе, директором, приходит домой. Каждую субботу-воскресенье мы с семьей выезжаете отдыхать. В отпуск вы обязательно куда-то едете отдыхать. С музыкантом что происходит? По субботам-воскресеньям он пропадает на собственных концертах. По будням он репетирует вечерами, потому что, может быть, его музыканты, которые играют с ним, где-то работают на работе и могут только по вечерам. Соответственно, ты не появляешься дома тогда, когда хочет твоя жена и, соответственно, твой ребенок. Поэтому это очень сложно. Но вообще, как любой человек, как и любой парень, который является ребенком по сути, когда он слышит от своей девушки, что я беременна, у него в голове начинается просто полный атас. Я стал искать работу. В итоге я работал на четырех работах. Зарабатывал достаточно большую сумму денег для того, чтобы хорошо существовать. Моя группа стала накатываться назад. Причем не немножко, а очень сильно. Мне стало сложно. Я стал депрессовать и так далее. И этот момент был как раз, который ты меня спросил, переломный или нет, и я не хотел говорить. Но он все-таки наступил, когда я остался вообще один. Из-за всего, из-за того, что я возложил, видимо, на себя очень большой груз, соответственности и пропал весь в этом грузе. Поэтому у меня и группа накрываться стала, и отношения, и семья. Все это очень сложно. Достаточно долгое время мне было больно и депрессово. Но, к счастью, мы люди умные и умеем находить важные слова и поступки, умеем совершать правильные, которые ведут, наверное, не к раздору, а к взаимопониманию и все-таки уважению. И мы до сих пор семья, мы офигенные, мы крутые. Неважно, рядом мы или нет, у нас есть Машка, и она нас очень любит и вместе, и по очереди. Поэтому все в жизни случается. Самое главное, без фанатизма ко всему относиться, и к работе тоже самое, и к музыке. И не забывайте о том, что есть рядом с вами близкие люди, которые ждут от вас тепла. Вот сейчас у «Метель» будет новый релиз выходить, и одна песня сделана на стихи Ани. Там немножко все переделано, потому что стихи сочинять это одно, а наложить это под песню это совершенно другое. Мне пришлось это как-то разбить на молекулы и заново собрать, оставив тот же самый смысл. И очень хочется, чтобы раз это были стихи Ани, и хотим снять клип, чтобы Аня сыграла тоже в этом клипе. То есть мы друг от друга творчески не отходим. Я понимаю, что время откатить нельзя назад. Есть, конечно, мысли о том, что я бы хотел кое-что в жизни поменять. Чем становлюсь старше, тем больше прихожу к мысли о том, что все делается не просто так в нашей жизни. Вообще право в моей жизни – это быть откровенным, честным, быть самим собой, никогда не прогибаться под какие-то меркантильные вещи, никогда не продаваться. Три самые главные, важные вещи в твоей жизни на данный момент? Музыка, ребенок и родители. Всем советую, всем, у кого нет детей, имейте обязательно, потому что это очень здорово. Без этого реально никуда. Без этого жизнь какая-то пустая. Просто отец, рок-музыкант и вам, поэтец. Батя. Батя. А как бы ты описала папу, какой он? Крутой, классный. А ты с ним бываешь на концертах, ты даже выходила на сцену с ним как-то раз перед большой публикой. Да. Я скажу об этом, как это было, какие у тебя ощущения, когда с папой на сцене? Это было круто, но я боялась поначалу. Поначалу, то есть сейчас? Да, поначалу, сейчас я боюсь. А кем ты хочешь стать будущим? Танцором. Кем бы Маша не была, я думаю, что у нее все будет получаться. С учетом того, что гены у нее сильные и от папы, и от мамы, и от бабушек, и от дедушек. Я думаю, это будет такая взрывная смесь, которая будет сама с собой конфликтовать, мне кажется, внутри, но выдаст очень какие-то серьезные продукты в жизни, мне кажется. Но это уже когда будет взрослая. Пока маленькая, лично я, папа, все разрешаю, не ругаю и очень сильно люблю. Любой родитель не хочет, чтобы ребенок получал те минусы детства, минусы жизни, которые получал он сам. Поэтому слово панк и все, что с ним связано и с моим детством, я бы не хотел, чтобы моя дочь пережила волну наркотиков, волну алкоголя, волну смертей друзей и от того и от другого. Маше, кстати, вот уже были красные волосы. Розовые. Ну, розовые, да, она покрасила в розовые волосы. Говорят, что вроде как с мамой договорились покрасить еще и в школу, когда пойдут. Я ничего не вижу плохого в этом. Чего? Если у человека розовые волосы, она приносит пятерки, да хоть розовые ногти. Поверьте мне. Человек должен хорошо учиться и получать знания. Не важно, как он выглядит, поверьте мне. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.